Привет всем, сегодня мы поговорим о фильме Перси Джексон 3 Проклятие Титана. Фантастические фильмы с элементами фэнтези улекли зрителей в мир богов и героев. Потомок Посейдона Перси Джексон был посвящен в истории своего рождения и узнал, что он полукровка является сыном бога Посейдона, земной женщины. Как теперь жить парню, которому открылись невероятные тайны мироздания и он узнал, что боги реально существуют? Перси всегда ощущал свое отличие от всех людей. Ему казалось, что существование в этом мире для него иллюзия и он должен находиться совершенно в другом месте. Так и было на самом деле. Он полукровка, полубог, сын бога Посейдона и земной женщины. Повзрослев юноша должен был появиться в необычном лагере, чтобы понять свое предназначение. Перси попадает наконец в лагерь, где живут такие же, как он, полукровки. Здесь он окунается в жизнь похожих на него существ и обретает новые возможности и знания. Только в лагере его обвиняют в краже молнии Зевса и он должен доказать, что это не его вина. Перси не смог предоставить доказательства своей непричастности к краже и единственный выход спасаться от преследования найти артефакт и вернуть на Алим. Друзья помогают Перси. Он чувствует, что вор и предатель где-то рядом, но определить его непросто. Затем лагерь полукровок подвихает с опасностью уничтожения, ведь дерево талии, защищающее убежище полукровок, отравленное. И только золотой руно поможет защитить его. Гибель священного дерева лишит лагерь защиты от монстра. Пару интересных фактов. Киностудия Fox, работавшая над первыми двумя частями картины, отказалась продолжать проект и третья часть фильма создается на другой студии. Основа фантастического сериала серия книг Рика Риордана. Есть информация о завершении проекта из-за низких кассовых сборов, но официального сообщения от создателей картины не поступало. Фильм рассчитан на зрителей 12+. После выхода картины на территории США даже появились настоящие лагеря полукровок. Оба вывущенных фильма собрали в мировом прокате около 430 миллионов долларов при затратах 185 миллионов долларов. Большая часть материала обе частей была отснята в Ванкувере. А в качестве локации горы Алим использовалась точно архитектурная копия знаменитого древнегреческого храма Парфенон в Нэшвилле. А дате выхода от России Перси Джексон 3 Проклятия Титана Хавритирана анонса от продюсеров еще не было. Поэтому точная дата выхода Перси Джексон 3 Проклятия Титана пока что неизвестна. Всем спасибо, всем пока.